всех приветствую в этом видео я попробую на свой сервер на линуксе о котором я уже рассказывал ранее установить вот такую программку под названием music player demon или mpd или mpd сокращенно в общем это такой музыкальный плеер который работает как служба ну то есть как демон фоновом режиме и позволяет проигрывать музыку управлять им можно удаленно по сети для сервера это актуально потому что к серверу не подключены не мышка с клавиатурой не монитор ну и поэтому кроме как по сети управлять им в общем-то каким-либо другим образом проблематично но к серверу подключу колонки и таким образом в той комнате где он стоит можно будет прослушивать музыку которая в общем-то на этом же сервере и хранится напомню что у меня там используется хранилка под названием nextcloud но и моя музыка хранится в общем-то на ней поэтому использовать ее для хранения музыки и тут же ее воспроизводить но звучит достаточно логично как по мне но сейчас я нахожусь не на сервере это просто обычный компьютер для того чтобы управлять сервером мне понадобится какой-нибудь ssh клиент ну благо в линуксе он как правило уже имеется достаточно просто ввести команду ssh если имя пользователя на локальной машине и на сервере отличается то надо еще ввести минус l и имя пользователя какой-нибудь там зернем и потом адрес сервера но так как у меня имена пользователей совпадают то мне этого делать не обязательно я могу сразу ввести ip адрес в данном случае 192 168 0100 и таким образом я смогу к нему подключиться он у меня естественно спрашивает пароль я пароль ввожу ну и в принципе вот как видите я был на одном компьютере сейчас как бы уже вроде как на другом при этом в той же консоли нахожусь никаких новых окон не открывается и с одной стороны это как бы понятно и логично с другой стороны это иногда приводит к путанице просто я могу запутаться на какой машине я работаю хоть здесь это и отображается но иногда могу по запахе перепутать и ввести команду и выполнить ее не на том компьютере в винде это удобнее за счет того что там ssh как правило реализуется каким-то сторонним приложением типа пути вот и она выглядит не настолько органично и видно что я работаю ну точно где-то удаленно здесь это не факт ну да ладно это лирика в общем на свою машину я залогинился но я залогинился под обычным пользователем но так как мы тут будем много чего устанавливать и настраивать лучше наверное зайти под рутом сразу под рутом меня не пустила бы ну а так можно ввожу рутовый пароль ошибаюсь при его вводе видимо поэтому надо попробовать еще раз так на этот раз все прошло хорошо я под рутом на своем сервере давайте очищу экран на всякий случай ну и для того чтобы установить mpd нужно прежде всего обновить список доступных пакетов делается привычной командой apt-get update напомню что сервер у меня работает на debian в ubuntu все делается примерно аналогично вот список обновился и теперь привычной командой apt-get install mpd все это устанавливается достаточно легко и просто и без проблем а он тут показывает что нужно докачать еще огромное количество пакетов но в основном это либо кодеки либо пакеты которые так или иначе связаны с воспроизведением аудио видео с обработкой звука с выводом видео теоретически я думаю данный плеер может с видео работать хотя честно говоря не интересовался и в любом случае я это использовать не буду очевидно так как у меня нет монитора тем не менее пакеты данные будут установлены ну да ладно я с этим соглашаюсь и у меня сейчас начнется установка я надеюсь что пройдет она без каких-либо ошибок ну и потом можно будет продолжить и все это дело настраивать так то вроде бы все прошло достаточно успешно хотя тут возник ряд предупреждений но это ничего страшного и главное мы видим что толком этот player не запустился но на самом деле я даже знаю почему это сейчас нам и важно сейчас давайте его немного настроим для этого нужно с помощью какой-нибудь редактора например нано отредактировать файл etc mpd.conv ну все понятно и логично вот так собственно выглядит файл настроек mpd ну и первое что нужно изменить это путь к папке с музыкой по умолчанию он хочет его хранить ее вар либо mpd music но меня это категорически не устраивает у меня уже есть nextcloud куда музыка загружена и поэтому я пропишу этот путь там где она хранится она хранится у меня в папке вар ввв я знаю что говорить ввв неправильно но ww звучит довольно коряво согласитесь nextcloud data дальше ncp это имя пользователя который меня в nextcloud ну nextcloud.py по умолчанию создается пользователь с именем ncp files это файлы этого пользователя непосредственно ну и там папка music расположена в unix системах в частности в linux все важно соблюдать регистр то есть маленькая буква и большая буква это разные вещи папка music у меня называется с большой буквы поэтому я здесь тоже пишу с большой далее нужно изменить расположение файла базы данных по умолчанию тоже делает это вар либо пытается это хранить но я хочу чтобы у меня mpd запускался от какого-то существующего пользователя но это потом покажу некоторые вещи тогда проще реализовать и лучше поэтому я буду хранить в принципе все необходимые данные папки этого пользователя то есть это home и в данном случае пользователя зовут kt и в его папке будет папка mpd и все что связано с mpd будет храниться там кроме самой музыки ну и кстати да путь в плейлистам я пропустил будет храниться там же пожалуй в ту же папку я помещу и логи это нужно для того чтобы избежать различной путаницы с правами то есть в эту папку у него сто процентов будет право на запись и поэтому проблем будет немного меньше тут по умолчанию нам предлагают настроить пит файл так называемый но с ним возникают небольшие проблемы опять же в основном это как-то связано с правами но в общем чтобы меньше было проблем лучше эту строчку просто закомментировать это приведет к некоторым несущественным негативным последствиям ну в принципе нам тут написано что это настройка нужна для того чтобы сохранять идентификатор процесса на всякий случай но нам это не нужно в принципе поэтому можем смело так закомментировать и все будет нормально ну и дальше соответственно все вот эти пути где варлиб я меняю на home кт честно говоря все это менять можно было через автозамену но я уже почти все поменял поэтому уже поздно далее интересный параметр это тот юзер тот пользователь от имени которого будет плеер запускаться как я уже говорил я хочу его запускать не от имени mpd с которым он по умолчанию стартует от имени одного из пользователей в системе то есть от имени к ты в данном случае группу можно не трогать привязка к определенной сети это в общем то нам не нужно далее идет такой параметр как порт на котором будет размещаться сервер данного плеера к которому будет подключаться то приложение которое им управляет по умолчанию порт 6 600 меня это устраивает я просто на всякий случай эту строчку раскомментирую так лог левел можно не трогать меня это не интересует я пожалуй изменю вот этот параметр восстановление воспроизведения после того как плеер запускается я хочу чтобы он не восстанавливал воспроизведение то есть если он был остановлен и по каким-то причинам компьютер перезагрузился чтобы он не начинал мне воспроизведение в два часа ночи например поэтому тут ставлю ноу остальные вещи я пока что трогать не буду вот это раз комментирую авто апдейте с то есть если изменится содержимое папки с музыкой чтобы он автоматически пересканировал свою базу данных по идее это так должно работать дальше больше мне вроде бы пока что ничего трогать здесь не нужно могу задать пароль в принципе это не обязательно потому что управлять плеером можно только из моей локальной сети но все-таки лучше его задам ну просто так чисто на всякий случай то есть у меня будет пароль пароль все очень безопасно но если что смогу его поменять доступ извне из интернета и куриру все равно у меня закрыть фирмолом так что на него никто не попадет так но остальное тоже менять в принципе не нужно пока что input 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 это не нужно декодер тоже не нужно менять output надо будет менять но немного позже больше тут никаких параметров менять нет необходимости поэтому я просто сохраняю этот файл и выхожу отсюда так ну и для того чтобы все это корректно работало давайте скопирую уже имеющиеся в варлип нет варлип mpd так скопировать рекурсивно по им через параметр минус r делается скопирую всю эту папку в которой его уже какие-то файлы находятся в папку home.kt ну в принципе да папку home.kt так по идее скопировалась теперь я по идее могу посмотреть действительно ли она скопировалась да она скопировалась все хорошо но папка home.kt.mpd сейчас не принадлежит пользователю кт несмотря на то что она находится в его домашней папке но права у нее неправильные поэтому мне нужно выполнить следующую команду сашон минус r чтобы сделать это рекурсивно для всех вложенных файлов и папок и имя пользователя кт то есть я делаю так чтобы вот эта папка home.kt.mpd принадлежала действительно пользователю кт так вроде команда выполнилась и теперь по идее я могу написать сервис mpd restart и по идее он должен запуститься так что то случилось давайте посмотрим статус действительно ли все в порядке так ну и видим что у него выскочил какой-то exception да я даже знаю какой он не может достучаться к папке с музыкой потому что у него нет туда доступа папка с музыкой принадлежит пользователю pvv data ну или 3w data но пользователь кт это естественно другой пользователь и у него нет права на доступ к этой папке в качестве решения проблемы можно сделать группу pvv data она называется она в принципе уже создана и просто туда этого пользователя пригласить у членов группы есть права на доступ к этим файлам во всяком случае на чтении поэтому мы делаем следующее вводим команду user mode с ключами а г дальше по-моему идет имя группы vv data группа называется и того пользователя которое мы хотим туда пригласить кт если я не ошибаюсь делается это так давайте попробуем вроде прошло без ошибок еще раз перезапустим сервис mpd и посмотрим статус так но теперь уже немного по-другому ругается ругается на то что он не может получить список того что в этой папке находится потому что опять же у него прав нет я как бы в этом моменте затупил но за кадром выполнил вот эту команду и она дала ему полные права на чтение этой папке хотя по каким-то непонятным причинам сразу это не заработало все равно если мы к нему подключимся и заставим его обновлять библиотеку с музыкой то мы должны увидеть некоторую дисковую активность чтобы ее отследить можно воспользоваться командой его топ или ой ол топ если может быть более правильно и чтобы он показывал только активные процессы которые что-то жестким диском делают веду ключик он ли или параметр или как его назвать видно что тут сейчас некоторые процессы у меня занимаются тем что активно что-то считывают или записывают но это из-за того что у меня сейчас с облаком происходит синхронизация я сейчас пожалуй ее временно прекращу ну что ж давайте теперь попробую к этому плееру подключиться для этого я буду использовать свой телефон да сейчас небольшой пик активности тут был но это периодически сервер там веб сервер я имею ввиду nextcloud что-то там делает но это это не важно в общем для доступа к плееру я буду использовать программку под названием mpdroid я ее запускаю здесь появляется текст приветствия ну и в общем то мне нужны стандартные настройки соединения здесь я ввожу ip адрес своего сервера в данном случае 192 168 0 0 100 отлично порт по умолчанию 6 600 меня это устраивает ну и пароль соответственно мне нужен пасворд такой я его задал отлично остальное принципе не трогаю отлично он пытается подключиться и ему не удается подключиться и надо выяснять почему так происходит в общем я не знаю в чем был прикол но я перезагрузил сервер и кажется это помогло и теперь все заработало давайте сейчас к нему заново подключусь тем временем на телефоне я повторно запускаю программу mpdroid и она уже не ругается давайте зайдем ее меню зайдем в настройки и посмотрим информацию о сервере как видно у нас высветилась версия сервера но пока что никакой музыки найти не получается и давайте в таком случае нажмем кнопку обновить базу данных mpd и как видно на сервере началась довольно таки нехилая активность то есть сейчас mpd мы видим что это именно он там там столбик где команда указана это отображается он сейчас проходится по нашим файлам и записывает видимо информацию о том что он там нашел в базу данных поэтому есть еще активность mysql я думаю она именно с ним связана сейчас нам нужно просто подождать пока он просканирует библиотеку с музыкой она достаточно большая поэтому это займет у него достаточно продолжительное время пару минут наверное но ничего подождем так но вроде бы насколько я вижу процесс завершился снова зайдем mpdroid пока что он здесь тоже пишет по нулям но это просто из-за того что он не обновил эту информацию если я снова зайду то тоже самое давайте вернусь сюда вот и видно что у меня появилось некоторое количество самой разной музыки то что это за музыка пока не обращайте внимание там мусора довольно много давайте я просто посмотрю файлы ну и вот как видно все мои папки в принципе отображаются которые у меня с музыкой я тут специально накачал музыку для youtube а отдельную папку так что я могу ее воспроизвести давайте я сейчас это и сделаю нажму добавить заменить и воспроизвести так она воспроизводится но ничего не слышно ну это в общем то не удивительно потому что колонки выключены ну давайте сейчас включу колонки благо я нахожусь в той же комнате где физически стоит сервер поэтому особого труда мне это не составит по идее мне нужно просто воткнуть вилку в розетку да ну и по идее вам должно быть что-то слышно сейчас немножко громкости прибавлю ну думаю слышно так возвращаюсь на телефон давайте попробую перемотать мотается пауза работает громкость тоже регулируется в общем все нормально следующий трек в общем то все работает уж не знаю насколько хорошо это слышно но тем не менее все работает и в принципе все бы ничего на этом можно было бы остановиться но проблема в том что у меня здесь используются не очень хорошие колонки и их звучание меня не очень-то устраивает и для того чтобы это как-то хоть немного скорректировать мне нужен эквалайзер проблема в том что в мпд встроенного эквалайзера нет но это не безвыходная ситуация потому что в линуксе есть звуковая подсистема алса в которой есть свой эквалайзер ну точнее как по сути создается некая такая типа виртуальная звуковая карта в которой он есть да это звучит немного сложно но на самом деле все не так уже и плохо очень хорошая статья по настройке эквалайзера была на этом сайте но проблема в том что сайт лежит кверху лапками и не шевелится печаль беда поэтому придется данную статью либо доставать из какого-то кэша либо использовать какой-то архив где она сохранилась ну в общем-то это я сейчас и сделаю ну и в общем-то применив некоторое количество черной магии вот она статья тут много чего про звук в линуксе написано но это все в общем-то не особо нужно нас интересует конкретно эквалайзер вот так он называется алса рекал и для того чтобы его задействовать нам его нужно ну во первых установить но если просто напишем аптеке этот стал алса реквал то ничего не установится потому что пакет в который он входит называется по-другому ну сейчас найду как он называется и установим его на сайте дебе она мы видим что вот так называется этот пакет поэтому название его я копирую возвращаюсь сюда отсюда выхожу так в принципе ну да можно описать apatoget install вот этот вот пакет и еще мне желательно установить пакет алса утилс по моему он называется там полезные утилиты для работы с алса например тот же алса миксер которым скорее всего будем пользоваться так или иначе поэтому вот эти два пакета я установлю так но они у меня уже установлены потому что до этого я с этим экспериментировал окей хорошо и получается что это все что я буду делать вот эту виртуальную звуковую карту создавать она будет как бы только для того пользователя под которым этот плеер и работает а не для всей системы глобально поэтому я из рута могу выйти зайти под обычным пользователем и как мне в общем-то пишут в этой статье нужен файлик который называется . asound.rc и он должен находиться в домашней папке пользователя я тут собственно и нахожусь поэтому пишу nano asound.rc так и просто беру вот это вот копирую вот сюда и сохраняю это все теперь у меня по идее после перезапуска алса должна появиться та самая виртуальная звуковая карта проблема в том что я не знаю как перезапустить алса да я не продвинутый пользователь в линуксе я просто обычный пользователь поэтому сорян если вы знаете как это сделать напишите в комментах покажите что вы в данном вопросе гораздо умнее меня я буду не против так ну и еще надо настроить mpd который это будет использовать нам приводят тут пример конфига так но мне нужно вот это нужно делать под рутом поэтому sudo etc.mpd да туплю sudo nano конечно же я же хочу файл редактировать а не запускать etc.mpd.conf да ну и естественно пароль она у меня спросит окей так и мне нужно тут настроить выход то есть тот файл отвечает за то чтобы у меня появилась виртуальная звуковая карта но теперь мне нужно mpd настроить так чтобы он ее использовал для этого мне нужно в секцию output конечно можно это не листать вручную а просто найти поиском так ну и как видно здесь уже настроена карта как бы по умолчанию давайте ее просто переименую назову ее например алса клин типа чистый звук без изменений вот она у меня будет здесь будет использоваться стандартное устройство вот и ниже я добавлю еще один output я отсюда это скопирую вот сюда так вот он у меня output такой то я его имя изменю напишу алса экю ну то есть типа эквалайзер тип такой же название можно любое писать но главное что тут девайс указан вот этот вот плагин алса эквел здесь задействуется в принципе можно в таком виде оставить тогда эквалайзер будет работать но проблема в том что у данной виртуальной карты которая является эквалайзер как-то так отсутствует встроенный как бы регулятор громкости аппаратный поэтому нам надо еще кое-что написать нам нужно указать миксер как тайп вот и не как 2 а software 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 есть все сохраняем это все ну и так как я не знаю как перезапустить алсу напишу просто ребут пусть система перезагрузится это займет немного времени буквально несколько секунд я думаю уже хватит с ssd грузится довольно быстро ну пустить нет нет видимо пока не догрузился уже все есть пишем пароль отлично так ну и теперь если нам говорят что вот так можно сделать у нас будет эквалайзер по идее то давайте проверим да эквалайзер появился хорошо возвращаемся в этот в mp droid музыка работает довольно странно как будто бы звук идет с разных двух устройств с небольшой задержкой и в принципе так оно и есть давайте зайдем вот сюда настройки выходов и мы видим что у нас как бы действительно две звуковых карты вот это вот сейчас будет играть алса клин вот она играет громкость я кнопками на телефоне регулирую громкость регулируется все нормально теперь давайте задействуем карту с эквалайзером громкость также регулируется но самое главное работает ли эквалайзер эквалайзер к сожалению регулировать с телефона напрямую не получится но мы можем редактировать его с компьютера через консоль ну и давайте какой-то дикий пресет тут в виду просто чтобы это было слышно вам через микрофон ну я думаю слышно что звук меняется или вот так например ну вот в общем то это все работает ну и все теперь мне осталось только настроить эквалайзер под свой вкус если мне эквалайзер не нравится я могу задействовать чистый выход ну и все дальнейшая работа с этим сводится лишь к тому чтобы научиться пользоваться вот этим приложением на телефоне и просто открывать с него интересующую музыку а сам по себе сервер плеер работает ну и в общем то надеюсь что это видео вам как-то чем-то в жизни помогло хотя это наверно маловероятно но все таки если оно вам по каким-то причинам понравилось то вы знаете что делать ну а на этом в общем то все всем пока с 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 и с